Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я отвечу на наиболее часто задаваемый вопрос под последними видео. Почему я снимаю видео на кухне и что с моим рабочим местом? Но сначала небольшая добавка к моему обзору на Международную космическую станцию 21321, набор LEGO Ideas. В комментариях под моим обзором разгорелась активная дискуссия на тему того, что пишут, что российских модулей тут нету, или что они упрощены, и вообще недооценен вклад России в развитие Международной космической станции. Ну, я так хорошо не владею вопросом, чтобы участвовать в этой дискуссии, но мне кажется, сам факт этой дискуссии подтверждает мое обсуждение о том, что в этом наборе, в этой книжечке, катастрофическая нехватка информации о реальной станции. Вот, например, то, что я назвал спасательной капсулой, и вы мне подсказали, что это корабль Dragon SpaceX. Я понятия об этом не имел, и тут нет ни слова про Dragon SpaceX, так же, как, естественно, про российские модули, хотя было бы реально круто. Вот мы собираем какую-то часть, сейчас я, ну, просто для примера, да, открою. Вот здесь есть маленькая картиночка того, что мы собираем. Почему не написать здесь рядом? Вот вы сейчас собираете, там, не знаю, модуль «Звезда» или корабль «Прогресс», или космический челнок. Небольшое количество этой информации сразу повысило бы интерес к сборке, на мой взгляд. А так получается, что набор вроде бы претендует на какую-то образовательную составляющую. Вот мы собираем реальную космическую станцию, здесь есть всякие модули, которые есть в реальной космической станции, но по факту здесь про нее не написано ничего. Про что еще я хочу сегодня рассказать? По-моему, с июля месяца не было донатов на канале, но вот в конце ноября, начале декабря сразу несколько подписчиков поддержали мой канал. Спасибо вам огромное. И в комментарии к одному из донатов был вопрос про то, планируется ли поездка уже, которую я анонсировал весной. Ну, насколько я сейчас вижу, ситуация только ухудшается с этим вирусом, и мы на данный момент не планируем конкретно никаких дат. Есть желание, естественно, съездить, есть идеи для совместного контента, очень крутые. Ну, лишний раз подвергать близких и себя дополнительному риску и способствовать распространению этого дурацкого вируса мы не хотим. Поэтому пока что поездка уже отложена на неопределенный срок, к сожалению. Еще раз огромное спасибо за вашу поддержку. Я очень надеюсь, что эта поездка состоится, но уже точно не в этом году. Ну и теперь, собственно, про то, что случилось с моим рабочим местом. Поскольку я уже много лет обитаю на съемных квартирах, пришло время очередного переезда. Обычно я ставил два стола и на них как-то расставлял все из серии «Как получится», лишь бы можно было строить. Но в этот раз я решил по-другому подойти к этому вопросу и попробовал спроектировать впервые свое рабочее место так, как я его вижу. Я не думаю, что с первого раза получится идеально, но это будет какой-то точкой отчета, если не попробуешь, не узнаешь, что не получилось. В связи с этим событием я уже больше месяца не притрагивался к своим самоделкам. Все видео с предыдущего рабочего места были сняты больше месяца назад, заранее. И я уже очень хочу устроить, у меня уже руки чешутся, я уже придумал новую крутую самоделку, за которую возьмусь. Ну, крутая она будет, если у меня получится решить некоторые технические вопросы, которые пока что я не уверен, что я смогу решить. Но, тем не менее, идеи моря, очень много желания, и я надеюсь, что, ну, в идеальном случае уже на этой неделе у меня появится рабочее место. Хотя это, конечно, прогноз оптимистичный, но я все-таки с оптимизмом смотрю будущее. Интересно, что переезд таил в себе один неожиданный момент. Когда я упаковывал Lego в коробке, я обнаружил две полностью готовые самоделки. Про одну из них я вообще уже забыл. Начну с небольшой. Вот такая вот тачка строилась на фестиваль, который планировал провести БУИС в Словении в июне этого года. Но потом произошел вирус, все отменилось. Ну, а тачка-то уже готова. Два Эльматора, один БУИС. У меня есть две такие тачки. Белая сейчас стоит на зарядке, потому что я планирую как раз ее поснимать в ближайшие дни. И вот такая вот красненькая. По-моему, да, первую я строил красную, а потом понял, что можно еще ее перестроить в белом цвете. И белая смотрится, ну, даже посимпатичнее, на мой взгляд. Думаю, что скоро я сниму видео про эту тачку. Ну, правда, рассказывать особо нечего. Но я вот сейчас проверил. Она довольно бодро гоняет. Два Эльматора с повышением. Короче говоря, вот такая вот небольшая самоделка. Надеюсь, в следующем году получится провести у БУИС этот фестиваль. И у меня получится на него съездить. Потому что там было много прикольных анонсированных соревнований в разных дисциплинах. Ну, я вот успел построить только маленькую тачку эту весной. А потом началась вся эта ерунда. Вот. А вторая самоделка была закончена полтора года назад. Я не помню, почему я сразу ее не отснял и не показал. Как-то я ее потом убрал в коробку, в пакет. И вот я ее обнаружил. Посмотрел реально фотографии своей рабочей. Весной 2019 года я ее закончил. Вот такой вот погрузчик. Ну, сейчас зима, выпадет снег. И я надеюсь, что я как раз его протестирую. И если все нормально здесь работает. Я реально уже не помню, что тут за функции. Там вот какой-то поворотный стол виднеется. Интересно, зачем я ее туда поставил. Короче говоря, вот еще одна самоделка. Нашлась у меня где-то среди коробок. И это было забавно. Так что прошу вас набраться терпения. Скоро появится нормальный LEGO Technic контент. Вижу по просмотрам у последних видео, что вам не очень интересно смотреть такой контент. Не совсем техник. Но все будет нормально. Не спешите отписываться. Также я жду новинки, которые LEGO должны были мне прислать на обзоры. Я очень надеюсь, что к 15 декабря что-нибудь приедет. Уже не приехал Jeep Wrangler. Я надеялся 4 декабря вместе с другими блогерами на него уже обзор выложить. Но до сих пор набор ко мне не приехал. И что самое интересное, я до сих пор не знаю, где он вообще находится. Удивительно, но вот в нашем веке, где у всего есть штрих-коды, RFID-метки, невозможно найти, где высланный мне на обзор набор. Я надеюсь, что он найдется, доедет до меня. И я все-таки сделаю на него обзор. И также я надеюсь, что не потеряются остальные наборы. Потому что вроде как мне должны были прислать на обзоры всю линейку новинок LEGO Technic 2020. Ну и на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. И до скорого. Пока.